Всем привет! Продолжаем покорять Арсену и наша новая цель это по сути единственный противник который остался это Кайр Лион. Конечно еще есть и Скалио, но у них там совсем мало людей поэтому даже не знаю что и с ними делать на самом деле с одной стороны тоже можно было бы легко их уничтожить так тут у нас немного потеря замков произошла что будут делать эти ребята они здесь в основном всегда так я тоже кое-что сделал одним словом у нас лишь Кайр Лион противник ладно нападение да у нас тут только пока что почему-то этот замок никто не хочет захватывать он даже не выставляет сюда генералов не значится у нас тут тоже никого нет только здесь здесь у нас раненая сидит ладно тогда ага вы смотрите перенес туда кого-то вообще конечно не по жесть смотри я надеялся что мне не придется драться с тобой тихий мудрый король Кайр Лиона ты говоришь как умнейший человек на континенте спасибо за комплимент но я простой человек все что я хочу счастье я не желаю драться если мне не нужно так только невеже говорят мир жесток земля высыхает если нет дождей и люди голодают без урожая иногда нужно выкидывать за борт некоторых чтобы другие выжили этого не избежать есть предел тому что люди могут сделать я несовершенен но я горд иметь людей поддерживающих меня хотелось бы чтобы это кончилось есть важные вещи которые ты оставляешь когда когда заставляешь себя спасибо за поучение но мне не интересно становиться совершенным человеком однако я не отступлюсь давай закончим наш разговор хорошо я не согласен с тобой но я понимаю о чем ты говоришь я не могу бежать я защищаю людей нет другого выхода я сражаюсь все логично так умнейший человек на континенте значится ну уж по мане то он хорош прям невероятно ну вот мало того что он умнейший человек на континенте это поле боя самое хуевише то есть плохое самое плохое на континенте поле боя вот моя точка зрения конечно как тут подводить кого-либо в принципе понятно с одной стороны нужно использовать мосты но это конечно такая система новенький вампир к слову и отряд у него тут весьма мощный это называется видно да как же хорошо что у нас тут много летающих потому что без этого передвигаться было бы в десять раз сложнее такс мистика наш сюда кони к счастью обгоняют всех кого можно потому что у них передвижение самое лучшее тут реально прям мне кажется это вероятно самый сильный отряд который могли они собрать с одной стороны конечно нет смысла нам так рано с ними сражаться ну и с другой стороны что поделаешь у нас тут тоже самый сильный отряд так что мы заодно помиряемся с силами но поле боя прям против нас вообще не понимаю как тут быть хотя что а вот это неожиданно он уже начинает но на самом деле это и умно я сейчас даже не знаю что и делать кстати говоря потому как ну очень сильно не хочется смещаться просто сюда потому что кроме драконов туда вообще летающих туда никто и не может сместить хотя 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 что у них полетающим у него двое в принципе если мы его зажмем но блин тоже не хочется зажимать никого ладно я наверно смещаюсь тогда сюда чтобы ему пришлось идти на эту территорию да походу это будет прям первая битва в которой строй будет максимально непонятный и сломанный да и плюс еще не будет всех существ на месте ну ага можем попасть уже ну это неплохо все же тоже начинать агрессировать на них не помешает ибо тут у нас все крайне неприятно построю нашему так ага тоже достает отлично берем тогда первым на прицел вот этого зеленого дракона ну блин он обычный здесь считается дракон так этот а этот тоже может на самом деле ну я думаю что да надо будет сместить сместить ребят ну мы ребят одним словом смещаем вниз чтобы вот эти кенты все таки оставались за спинами критический удар неплохо уже почти что 300 хп даже меньше на единичку так у них самая большая проблема будут летающие я думаю их кентавр но летающих у них мало а драконы будут соответственно перемещаться очень хреново так тебя сюда на самом деле можно даже здесь оставить спецом мы вдарим по двоим тогда раз уже можно то будем бомбить их так начинаем бомбежку первым делом поджарим ребят ребят ребитушек наших так скрепион 9 уровня ублизок опнуться удивлен что наш опнулся так столько в героя ну ладно в героя все таки не будем просто подойдем наверное и ударим физически так жаждущий клыка его получает ну что тут у нас ужасная пасть ужасный голем такой же ну тут я так понимаю чисто море считается и видимо они вообще не смогут передвигаться по по воде здесь как я вижу пока что это значит что смещаться нам надо военавт убивает дракона опыт ему не нужен будем расчищать полянку лечение а точно это шмольц я думаю просто откуда этот кентар имеет здоровье сниженное там же у саламандры вообще рейнджа здоровая по его огненной атаке и вот соответственно он даже до него дотянулся по сути по сути да из-за такой толкучки их герой пока что бесполезен а именно их король зато этому кентона все наплевать ну на самом деле довольно много но я скорее всего на него подведу кого-нибудь все же не хочет чтобы он продолжал раздражать своими выстрелами это не магия выстрелы бесконечные у него так я пропустил что она там попыталась навести но что-то очевидно попыталась так отлично мага за спину ставим чтобы он на будущее мог что-то делать верно и закрываем тебя вампира как раз подводим сюда ну и теперь выцепляем сильных существ в частности красный дракон у нас под прицелом подведем хиллера на будущее ты смотри дальняя атака у Грифона есть что он перья ну ладно ладно ну ладно ага и мимо ну что ж дракона прицелы сбились ну и как обычно в этом там классика если кентавр может дотянуться до Вейнарда он точно в него выстрелит ну кстати этот попал помню в одной из прошлых битв было довольно смешно когда кентавры ничего полезного не могли сделать так с учетом крайне неприятного поля боя будем по возможности смещаться нашими существами ну и соответственно дамажить врагов у нас белый дракон сейчас сместился перекрыл фафнера ну ладно фафнеру тоже так кстати а ты можешь куда-то тоже сместиться нет ну давай добьемся брата ну как добьем попробуем пока что добить убийственным выстрелом на самом деле никакой не убийственный конечно это описание описание классное прям реклама убийственный выстрел так этот кентавр походу да бесполезен будет но с этим ничего не поделать этот дотягивается только до своего собрата ну что же хотя бы так бить конечно не смог хотя сам 19 уровня ну ее подведем все же хилить то она по-любому сможет лук эльфов лук эльфов крайне ожидаемо что кто-то из лучников опять же по военарду будет бить а именно стрелять тетивы тетивы нет все равно стреляют сразу видно отличный лучник так еще один но это тоже не дотягивается до военарда он всего лишь он не апнутый не высший кентавр поэтому он тут нашел себя в цели виверну ладно ладно ну джин да кстати смотри-ка джин сидеть тоже не будет пошел в битву врываться ну в принципе правильно на самом деле ну к тому же как обычно кстати говоря да джины тоже выцеливают всегда военарда в первую очередь это неизменно ты смотри а вот гриф он-то побоялся но у него катка уже поменьше военарт у него выбит очень много все же виверна хоть и апнутая но она вряд ли нанесет какой-то колоссальный ну крит может вот с критом я думаю она может и под 150 выбить серьезно без крита 150 ладно удивлен но военарт выбил бы все равно больше само собой по 200 мог бы так что мы имеем а именно фафнером мы облетаем и атакуем этого кентавра да да на самом деле тут хорошо что много летающих но в целом все равно это нам не помогает но при этом если бы битва складывалась очень плохо можно было бы хорошо маневрировать здесь это да походу жировые складки отпружинили ну ладно простою атаку проведем на джина все равно он не ответит ну да ну да здесь те кто уже за спинами они будут до конца битвы бесполезны что же гена мороз может можно было гена мороз сразу юзать уж опыт военарду не нужен джина он добьет сто процентов ну да ну как обычно гена мороз делает свое дело а брать его кентаря я вообще не подумал что там он еле живой ну опять же нам нужно ж побеждать так что кстати фаффлер наш один уже 500 всего хп имеет маловато так бластеры лазеры идут в ход золотой луч золотая струя проходится по врагам наносит хороший урон отлично двадцать первый уровень голем наслаждайся не знаю правда чем а вот смотрите почуяли что вампир то рядом как волос ну что теперь делать либо подводить драконов ну а первая защита конечно никакая что обидно у него хил есть что круто но от защиты у него нет Что-то такой дикий урон В итоге красный дракон Нас прожаривает в ответочку Нельзя же только нам их жарить Нужно и врагам что-то тоже сделать Интересное с нами Именно поджарить нас Ну ладно Будем иметь в виду Что нам нужно теперь Подхилиться Скорее всего Так, отведем вампира Отобьем чудную За кентавра Такс Вообще магам нужно стрельнуть Магам нужно стрельнуть Конем до этого кого-нибудь хильнуть Так, афнер 400 имеется Вейнард 600 Виверна Так, но в теории Виверну больше дамажить будут Поэтому у меня ее Даже не в теории, а по сути Так и будет Так, теперь делаем Генаогонь Троим, да? Мало-мало Блин, маловато будет Ну ладно Все же Грифона добьет А это Либо уровень Либо уже ближе Намного к уровню будет Наш маг Некромант Некромонгер Наш Это хорошо Ну тут плюс святой получает Красный Не апнулся И ладно Так, ладно Продвигаемся Тогда на веранное Да Пускай виверна Добьет Кента Получит с него 8 цента Хил Хилит Своего сильнейшего дракона Грифон Вообще не стесняется На самом деле Довольно умно Использовать именно Дальнюю Все равно Атаку Вот он даже попал Наконец-то Ну что ж Будем выбивать Существ Думаю Это Зеленых При осаде Довольно Прилично С учетом Что Здесь Сильнейшего Войска Потеря Конечно Сильнейшего Своего Войска Это Сильный удар Ну и кроме меня Противников Нет Так что Кроме меня Его Поджимать По сути Никому Сейчас Скалио Там лишь Пытается Выживать Это все Что они Могут Так Лечение Когда Похранить Каких-нибудь Существ Ну и опять же Для нас Нужна Нужна Победа Поэтому В общей Сложности Это Без разницы Что мы Всех Не разберем Все равно Уже Некоторых Мы Подрезали Того же Грифона Кстати Продолжим Видеть Просто Дракону Этому Почти Лететь Некуда Нет смысла Всем ХП Смотри Как Грифон ТД Фейтса Еще Будут Делать Лук Эльфа Будут Делать Да Теперь Она Атакует Война На самом деле Это Умно Но Не Очень Умно То Как Они Рассредоточились На самом деле Было бы Умно Сидеть На месте Вот Это Было бы Умно Тут У них И Место Есть А Теперь У них Почти Все Войско В основном Бесполезно Вамп Хильнулся Так Блин Войнарду Не нужно Его добивать Так А спецом В кого В него Не попадаешь На Войнарду Его добивать Не надо Так Ладно Тогда Сместим Сюда Саламандру Добьем Ею Она Уже 26 Будем Ее Качать Тогда До 30 Чтобы Она Была Максимально Сильной И Выносливой К тому же Это наш Первый Дракон Так Спешл Есть Минуточку Рев Дракон Уменьшает ХП А И по своим Бьет Ну это Такое Конечно Для Камикадзе В основном Дракон Ну ладно Ударим В красного Все же Так Как У нас Есть Вариант Его Добить Вы Выстрелим По нему Лазерными Лучами Нашего Дракончика Ну плюс Тут еще Зеленый Пострадает Чуть Чуть Ну как Чуть Чуть 129 Неплохо И Даже Голем У нас Куда-то Продвинулся Вампира За спину Только Можем Поставить Так Ну что Геномороз Не Нужен По сути Война Дождь Сейчас Вообще Нет Смысла Что-то Делать На самом деле Ожидал Этого Все-таки Золотой Наш Первый Белый Который Был Она Стратегически Отступает Дверим На слово Теряют Дракона Ну и Все Бежать Слишком Ожидаемо Так Что у нас По Тебе Попробуем Добить Епископа Чтоб Побольше Получить Опыта Ну Добивание Наверно Все-таки Все-таки Хочу Чтоб Она Добила И до Двадцатого Еще Бдеть И бдеть Так Ну да Первое Тогда Надамажим Конем Все же Он Двадцатый И должен Неплохо Ударить Но Ударил Слабо Реально Слабо Возможно Все-таки У этого Епископа Большая Защита Но Кентавр Хорошо Ударил Ну ладно Порассчитываем Что выпадет Крит Под критом И Силой От Мага Вера Должна Добивать Это Нет Не крит Но Как я и сказал Да Без крита Выбила Дофига О нет Ладно Нам подарили Дракона Ненужного Спасибо Им За Это Так Тут Левелы Даже Наши Ребята Отхватывают Не Сильно То Они Нам Нужны Но Отхватывают Они Так У нас Тут На Задание Милет Вроде Б Фонтан Какой-то Утка Походу Утка Цапнула Будущий Супер Маг Встретил Кролика Ну что же Сможешь С кроликом Разобраться Маг Кстати Подкатывает Свои Ну да Походу Кролик Та ему Дал Просраться Подкатывает Свои Так Свои Чресла К одной Из Волшебниц Точнее К одной Из сестер Одна Волшебница Другая Копейщица Вроде бы Как раз Магички Он Катит Свои Прибамбасы Так Так Классы 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 Ну что же У нас Первый Появляется Каменный Голем Дожили До этого События Это Конечно Было О Как Тяжело Апнуть Големов Они Сами Этого Не Хотят Поэтому Постоянно И Мажут Так Ну да Получило Молодцы Что тут Сказать Прям Великолепно Непонятно Кстати Где Дракон Нам же Должны Были Его Подарить Но Почему-то Его Нет Или Он Здесь Остался По Какой-то Причине Как Понять Нет Странно Да Дракона Подарили Но Его Нет Но Гревать Мы Поэтому Не Будем Так С У нас Неплохие Ребята Сидят Пускай Передвигаются Остальных Мы Отправим По Заданиям Всего Хотя Не Факт Хотя Не Факт Кстати Забавно Что он Здесь Боится Нападать Я Тут Ребят Перекину Только Потому Что Существа Были Но Вопрос Нужны Ли Они Мне Так Хотел бы Дракона Взять Так Скорпион Где-то Может Приземлиться Да Но Дракон Тут Место Занимает Слишком Так 45 Вальпир Да Так Скорпуза Тогда Уводим Отсюда Так А Голема Меняем На Хиллера Хила Здесь Вообще Нет Он Тут Нужен Так Ладно Если В принципе Нас тут Не Дамажит И Не Нападают Можем Позволить Себе Так Копейчица Вообще У нас Отсюда Здесь Лишь На Замене У нас Сидит Да Иван Ван Отряд Грозный Сказать Так Капаем Дракона До Белого Все Так Мы Северное Королевство Поэтому Побольше Будем Белых Драконов Создавать Там Где Это Возможно Само Собой Так На Кентас Не Хватит Да Хотя Всего Сюда Может Перекинуть Вместо Обычного Не то Но Кажется Все равно Не хватит Даже Так Если Сделать Да Мало У этого Больше Но Все равно Мало Хотя У этого Вообще Офигеть 300 Но Это Гуин Да Гуин Лаин Само Собой У нас Весьма Крут Так Ладно Пока Что Делать Там Нечего Серьезно Он Везде Кого То Расположил Да Здесь 2 Здесь 4 Здесь 3 Где Сильнейшие Здесь Неплохо Да Кстати Кстати У них Тоже Ниндзя Есть Казан Сложно Сказать Где Прям Сильнейший Мне кажется Там Так Ладно Тогда Столицу У нас Наш Лорд Будет Захватывать Со Своим Соответственно Отрядом Кто-то Может У нас Пьел У нас Может Пьел Может Напасть Куда Сюда Нет Напасть Чтобы Огрести Он Только Может Так Нет Не Сюда Я Хотел Посмотреть Оу Ну Что Похоже Мы Возвращаем Ханас Что У нас Тут Давайте Выбьем Отсюда Друста Пускай Кэрлион Захватит Потом Этот Замок Будет Много У нас Сражений Но В основном Такие Они Простенькие Так А что Тут Кстати Здесь О Да Изи Просто Идеально Один Воин Для нас Не помеха Поэтому Подожмем Мы немного Изи И Кэрлион Здесь Тут Почему-то Прям Прям Будто Бы Перемирие У этих Ребят К слову А что Тут Еще А тут Вообще Никого Ну Блин Миллион Сражений Начинать Все-таки Не хочется А у Меня Эта Серия Уже 30 Минут Идет Поэтому Наверное Или Или Блин Да ладно Если что Закончу Что называется На полусловия Попробуем Подвыбить Ребята Отовсюду Просто Ну И тут же Логрес По сути Это столица Вообще Ну да Видно Что Самый большой Город Столица Континента Ну Вообще Империи Алмекии Бывшей Новая Империя Нью Алмекия Не смогла Состояться Так Там Всего Два Героя Поэтому Просто Бежим На них Сломя Голову Битвы Здесь Точно Никакой Не будет Ожидать Ее Весьма Весьма Голупо Ну Само собой Ребята Нас Патролят Они Постоят Чуть Чуть А потом Когда мы Приблизимся Резко Левнут С поля Боя Что Что поделать Мы Атакующие Поэтому Это нам Нужно Захватывать Они Спокойно Могут Себе Сидеть Ждать Все же Этот отряд Пришел Уже Близко Отступает Точнее Убегает Ну Ну Вот И 200 Опыта О Воин Лапнулся Хорошо Тут Все Первые Получили По Левелу Что Захватили Вогресс Теперь Битва За Дилворш Она Будет Ну Такая Ж В целом Наработки Тремя Только Пойду Кстати Маг Куда Ты Бежать Ты Че С Ума Сошел Куда Ты Лезешь Магию Свою Примени Все И Стой На жопе Ровно Не знаю Как можно Стоять На жопе Ровно Но Попробуй Так Она Не может Ничего Сделать Положительного Быстро Я думал Нужно Будет Еще Ход Ну Ладно Так Уровни Уровни Смотри Вампир Тож Девятый Вот Глядишь Скорый За За Фиолетовица Серьезно Ничего Си Скалио Там А это Еще Я Хотел Выбить А они Там Вообще Ну Да Понятно Этот Увел Походу Все Свои Сильнейшие Вообще Отряды Что В итоге Мы Вот Это Наблюдаем Так Ну Ладно Здесь Пожалуй Пускай Только Птица Идет Так Маг Маг Сила На Себя Силы Мало Поэтому Добавим Так Ну да Почему бы Еще не подождать Так Этим магам Тоже Надо было Сего Сделать Ну ладно Уж Делаем Сейчас Хотя Бежать Бежать Усиливаемся По максималке Феникс Может Спец Применить Нет Было бы Забавно Да Ой Че это Конец Конец Ходов Бежать И Бежать До Свидания Но Маг Получил Уровень Хорошо И этот Получил Тоже Хорошо Тут Все Получили Ну Половина Примерно Получила По левелу Чуть Меньше Скорее Все Так Да Искали Вот Он Начинает Прямо Ого Из Аутсайдеров Выбиваться В люди Так Еще Один Еще Один Прекрасная Битва Так Есть магия Какая-то Магия Лечения Правда Кого Ты можешь Вылечить Непонятно У тебя Магии Никакой Тоже Нет Это Конец Так Она Может В принципе Орел Сделать Да Так И Сделаем Любопытно Это Увеличивает Опыт Который Просто За Победу Дает Не Знаю Ну Вот И Проверим Так Птица Вперед Конь Прям За Ней Конец Хода Ну да Благодаря Летающим Получается Побыстрее Заканчивать Все эти Битвы Прям Вообще Максимально Быстро Мы Завершаем Ну Вот Единственное Сражение Где Быстрого Быстрого Бегства Не Будет Снова Умнейший Человек На Континенте Против Нас Но Скорее Все Все Таки Здесь Будет Быстрый Побег Так Там Один Отряд Вообще Ни О чем Я Чуть Сильно Сомневаться Начинаю Что он Хочет Ну То есть Они Вероятно Подерутся Скорее Все Будет Какой-то Обмен Наплеухами У нас Ну Думаю Быстро Закончится Тут Все же Есть Да Мощные Весьма Драконы Поэтому Какая-то Небольшая Уверенность У него Есть Что Они Что-то Ему Додадут В общем-то Приближаемся По Максимальному Ну Почти По Максимальному Все же Понятно Что Нормальной Битвы У нас Не выйдет Но Они Будут Сражаться Само Собой Они Прям Не Отступят Сразу Но Уже По Их Ходам Видно Что Там Боятся Подходить Что-то Делать Красный Стал Хорошо Можно Будет Специи Сразу На Их Лидера Страны Сделать Как Обычно Кентавры Не Изменяют Себе Реакция Ау Реакция Есть Повышенная Фея Чтобы Видимо Голем Все-таки Не Мазал Умнож 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 Это На Голема Сделать Сам Голем Делать Ничего Не Хочет При Этом Его И так Все Устраивает Так Но Пока Не Будем Прям Вплотную Подлетать Ну Да Открыл Я Ему Свою Мага Прям В Надежде На Что-то Хотя Это Глупейшая Надежда Ниндзя Собстреливает Но Слабенько Я Знал Что Вампир Привлекет Кого-то Из Летающих Слишком Очевидно Было Как Обычно Эти Он Тоже Хотят Сильно На Вампира Но Гора Им Такой Халявы Не Позволит Так Тут У нас Виверна Нужно Приходовать По-быстрому А то она Что-то Попутала Буряга На Именно Их Она И попутала И вот Мы С ней Немножко Тут Разберемся А Ну Вот И Все Так Наша Леди Подойдет Сюда Войнард Пускай Заряжает Гена Мороз Почувствуй Себ Саб-Зиро Немножко Под лозунгом Вот таким Он наступает С этой Магией Ну Я на самом деле Уже не удивлюсь Что После Наших Атак Нынешних Враги Скорее всего Могут Отступить Они уже Потеряли Виверна И Смысла Бери Фотографируй Так Ну что Вампир Вампир Пускай Пускай Бегай Туда Сюда Вот Вот Это Неожиданно И Промазал Все Равно Да Не зря Наверни на него Чары Ну Бежать Ужидаемо Ужидаемо Шарах Шарахнем Громом Блин Не то Выбрал Да Что Будешь Делать Пипец Ребята 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 Так Что У нас Тут По Шиноби Так Отлично Наверное Его Добивает Казан Сваришь Овощей Сегодня Победа То Сказать Кулинарной Хотя Битве Может Тебе Достанется Намного Нам всего Оставили Вообще Нам это Не нужно Ни в какую Но Добить Нам это Уже Не получится Этот Тоже Убегает Так Корлеон Поджал Хвосты И Слинял Слинял От Нас Так Мирас Точнее Или просто Мира Какое-то Очень короткое У него было Задание Так Чентаил На тропинке Повысила Гилити Так Лонгуеворк Решил В развали Напить Собаки Там просто Замес Тоже Устраивает Вдохновились Походу Бригандиной Там просто Друг друга Месят Тоже Во все Так Тоже Агилити Дорога Всем Дает Агилити Так Вернулись Ребятки Наш Ого Неожиданно Королевское Кладбище Бранген Отец Я должна Ити Присмотри За мной Это Похвально Для вас Повешать Могилу Отца Принца Озвучка Вейнарт Редко Вижу Тебя Какой Ты Есть Кажется Ты Не Трус Как Я Думала Тебе Я Слышала Твоя Сестра Предатель Стала Монашкой Вы Должны Посетить Могилю Вашей Матери Собъяснить Как Вы Одиноки Я Обычно Не Замечаю Твои Шутки Но Не Смей Называть Мою Сестру Предателем А Что Плохого Называть Предателя Предателем Ты Хочешь Драться Ничего себе Наглое Это Не То Что Я Что Бульнаил Кажется Это Хорошая Идея Будет Мило Если Вы Оба Подохнете Сражаясь Кто Вы Бульнаил Я Ждал Когда Твоя Охрана Уйдет Вейнард Я Не Могу Позволить Тебе Жить Мне Нужна Твоя Смерть Убей Обоих А Вот Куда Кодор Ну В смысле Убежал Кому К прыщику Да Сэр Кодор Я Думала Кодор Служит Замескису Ммм Ммм И А В общем Начинается Драка У них Там Удар Мечей Ох Нет Ты Определенно Силен Ты Сломал Надгробие Одним Ударом Как Смел Ты Уничтожит Надгробие Моего Отца Подожди Брангиен Не Делай Все Не Обдуманно Ты Думаешь Я Буду Слушать Тебя И Извиняюсь Ты Делал Что Делал Я Ничего Не Почувствовал Вот Это Сила Мои Руки Сковала Но Рыцаря Рыцаря Смерти Настоящая Сила Рыцаря Смерти Рыцарь Смерти Я Один Из Тех Кто Убил Короля Дори Мидита Он Был Не Способен Вести Войну Я Сделал Все Чтобы Занять Трон И Стать Королем Но Теперь Я Должен Убить Вас Потому Что Вы Стали Очень Сильны Все Идет Не Так Что Ты Убил Моего Отца Я Помог Земескесу Убить Его Помнишь Битву Под Лид Нэ Когда Дуримедит И Земескес Сражались Один На Один Я Остановил Короля Магией Это Ложь Я Уверена Что Мой Отец Сражался Честно И Благородно И Умер Без Мольбы Я Не Верю Тому Что Ты Говоришь Войнард Что Это Ты Знаешь Я Не Переношу Тебя Но Ты Король Норгарда Если Ты Умрешь Наша Страна Будет Хаосе Другие Страны Нас Захватят Кто Я Не Хочу Чтобы Это Было Пока Беги Я Займусь Этой Крысой Нет Смысла Погибать Нам Обоим Иди Я Продержусь Как Только Смогу Долго Кажется Не Очень Хорошая Идея Что Я Не Думаю Что Мне Хватит Времени И Как Я Могу Оставить Тебя Ты Одна Из Моих Рыцарей После Независима Твоего Общения И Что Ты Будешь Делать Стреляй В глаза Я Пока Отвлеку Его Даже Если Он Бессмертен Это Даст Нам Обоим Достаточно Времени Ты Думаешь Ты Сможешь Ты Шутишь Я Никогда Не Промахиваюсь Приготовься Глупцы Вы Думаете Сможете Победить Меня Я И Не Пытаюсь Даже Но Это Как Факт Мороз Использует Магию Что Ты Заморозил Себя Ясное Дело Бранген Давай Можешь Мне Не повторять Дважды Или Трижды Получай Чудовище Гвах Ты Это Сделала Мне Так Страхно Как Выглядит Черт Кажется Твои Рыцари Не На Пути Сюда Наверное У вас Удачный День Вейнард Кадор Отступаем Да Мастер Кажется Повезло На этот Раз Ты Слишком Опрометчив Еще Есть Дела Что Нужно Закончить Умирать Рановато Ваша Охрана Тут Я Лучше Пойду Подожди Мне Надо Сказать Тебе Да Я Видел Битву Между Деремедитом И Земескисом Я Думал Это Странно Что Король Деремедит Замер Так Неожиданно В том Бою Король Деремедит Победил Бы Я Рада Слушать Это От Вас Бульнаил Что Придумает Еще Он Планировал То Что Я Стану Королем Не Нравится Мне Мне Не Нравится Когда Меня Используют Я Отплачу Как Снова Увижу Его Это Неожиданно Неожиданный Сюжетец Ну да Кстати Это Этот Прыщавый Парняга Кстати Это Умиры Неплохо По Вместительности Так Что По Классу У нас Ничего Ага Весьма Сильный Отряд Сидит У нас Здесь Скорее Всего Основной Ну да Сюда Мы Значит Основным Отрядом Нападем А этим Нападем Туда Так А кто На задание Тут Пойдет Тогда У нас Милит Ее Дождь Ну и Фиел Заодно Пускай Раз уж На то Пошло Так Ждать Не надо Управляйтесь На задание Тогда Пока Нам Тут Третий Отряд Ни К чему Так Нет Нам Сюда Бы Что У нас Тут Вот Тут У нас Отступление Потому Как Я Не Рассчитывал Сражаться Дальше Здесь Ого А вот Это Кстати Неприятно Что У нас Тут Один Три Тут Всего Девять Генералов Так Вас Тогда Отводим Сюда Пока Что Тебя 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 Приводим Сюда Пока Что Вы Остаетесь Соответственно Здесь А значит Нам Тогда Нужно Кого-то Задание Убирать Скорее Всего Это Ребята Отсюда Тогда Мире Выдадим Еще Бойцов И пускай Идут Туда Чантаила Тоже Очень Большой Отряд Его Тоже Туда Приведем Так Лангуи Борг Или Элоин Так Надо Подчекать Так У него 103 А Ну Туда Элоин Удивенно У нее Больше Уместимость Так Сюда Да Блин Статус Нам Не Нужен Не Нужен Нам Нужно Отдавать Приказы Нашим Блин Вроде Нам Оставляли Опять Кого-то Не понимаю Как это Стало Работать Кого-то Оставили Но Никого Нет Так Драконы Слишком Монстров Любопытно Так Ладно Мира У нас Тут Перекид А Вот Почему Никого Не Остается У меня Какой-то Лимит Монстров Достигнут Вот Оно Как Тогда Ладно Ничего С этим Не Поделать Так Что ж А на этом Тогда Всем Спасибо За Просмотр И Пока-пока Подписывайтесь Увидимся В следующих Эпизодах Продолжение следует